А это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Добрый день. В администрации президента сменился первый заместитель руководителя им стал Маулен Ашимбаев. На этом посту он сменил Дархана Калитаева. Указ подписал сегодня глава государства. Также произошел ряд других назначений. Помощником президента назначен Канат Бозумбаев. Его предыдущая должность – министр энергетики. Новое ведомство возглавила Мадина Аблкасымова. Она назначена главой агентства по регулированию и развитию финансового рынка. До этого Мадина Аблкасымова занимала должность председателя Национального банка. Это назначение произошло в марте 2019 года. От должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России освобожден Эвангалит Исмагомбетов. Согласно указу, это произошло в связи с достижением пенсионного возраста. 9 декабря политику исполнилось 63 года. Первые летные испытания новых ракетоносителей «Союз-5» на космодроме Байконур планируют провести в 2023 году. Об этом стало известно на заседании мажориста парламента. Депутаты одобрили поправки в соглашении между Казахстаном и Россией по вопросу создания космического комплекса «Байтирек». На модернизацию стартовой площадки «Зенит-М», на базе которой и предполагают создать комплекс «Наша страна» потратит 223 миллиона долларов. Еще свыше 900 покроют российская сторона. На эти средства пойдут на производство ракетоносителя «Союз-5». Кроме того, депутаты обсудили и изменения в законодательство по вопросам трудовых отношений. Они должны снять ряд вопросов. В частности, предлагается предоставить работникам право на режим неполного рабочего времени, если они ухаживают за больным родственником. Также законопроект должен положительно повлиять на охрану труда. Рассказали мы о жилесменной и о других нормах. Мы сейчас рассматриваем вопросы, когда на военную службу, например, призывники уходят для того, чтобы за ним рабочее место оставить. В случае, когда это не будет соблюдаться, естественно, работодатель несет ответственность. Новый курортный комплекс с пятизвездочным отелем появится в Мангыстау в следующем году. Зона отдыха, которая строится недалеко от областного центра, сможет принимать до тысячи гостей. В самом Актау обустраивают новую прибрежную зону. Это один из успешно реализуемых в регионе проектов с привлечением иностранного капитала. Тамара Степанова продолжит. Туристический комплекс расположится в 19 километрах от Актау. Его строят с учетом международных стандартов. Планируется, что это будет пятизвездочный отель на 500 номеров. Также на территории отведут места для водных развлечений, ресторанов, футбольного поля и теннисного корта. Первую фазу проекта в планах завершить летом следующего года. Сейчас в строительстве задействовано 750 человек. После запуска гостиницы работы найдут еще 750 жителей. Есть договоренность с местными властями на обучение специалистов, которые будут работать в местном комплексе. Студенты колледжа туризма пройдут обучение в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Еще один инвестиционный проект позволяет вывести регион в ряд крупных экспортеров. Сейчас гидроизоляционные материалы на основе битума используются во всех сферах строительства. Почти за два года тут произвели больше тысячи тонн продукции. Интересно, что 35% экспортировали в Азербайджан, Россию и Германию, а 65% реализовали в Казахстане. На реализацию этого проекта немецкая компания потратила 250 миллионов тенге. Работой обеспечены 25 местных жителей. Все они прошли переподготовку и освоили новые технологии в Турции. В планах завоевать рынки Италии, Турции, Турканистана и Таджикистана. Летом этого года крупная партия была отправлена в Германию. В 2020 году мы подписали контракт на поставку продукции в Таджикистан и Узбекистан. В целом сейчас на территории специальной экономической зоны Морпорт-Актау реализуется 29 проектов. 18 из них уже введены в эксплуатацию, 11 на стадии строительства. Правовой режим и льготные условия, которые предлагает СЭС, помогают легко развивать бизнес. Вместе с тем еще можно отметить такой проект строительства ветроэлектростанции. Основным направлением данного проекта это обеспечение электроэнергии в селах Шкурт-Караганского района нашей области. Вместе с тем в нашей области еще в настоящее время реализована и работает в тестовом режиме швейная фабрика. В ближайшие пять лет Мангосталовская область планирует реализовать больше 40 инвестиционных проектов на сумму в полтора триллиона тенге. Это по прогнозам специалистов обеспечит работой еще 7 тысяч жителей региона. Тамара Степанова, Ренат Дуссалиев, Мангосталовская область, Хабар-24. В Казахстан возвращаются молодые ученые. Принести пользу стране решил и Мейрам Мурзабулатов. Он несколько лет учился и работал в Соединенных Штатах. Но недавно доктора компьютерных наук пригласили в столичный Назарбаев университет. Долго ли раздумывал над предложением молодой исследователь алгоритмов, узнавала Александра Салмина. Мейрам Мурзабулатов в семью из Америки приехал совсем недавно. В Штатах молодой ученый прожил 7 лет. Там получил степень доктора компьютерных наук, а позже приглашение вернуться на родину. Айти-гений, не задумываясь, согласился. Теперь преподает в одном из ведущих университетов Казахстана. Пять лет я проучился в докторантуре в штате Пенсильвании, а потом два года работал в том же учебном заведении. В Америке я получил отличный опыт. У меня родилось много прогрессивных идей. И я понял, что должен этим знаниями поделиться в своей стране. Я должен помочь Казахстану. Тем более, по родине я очень соскучился. И здесь я вижу перспективы. Мирам хочет открыть свою лабораторию по изучению и созданию искусственного интеллекта. Сегодня для этого есть все. От литературы до суперсовременного оборудования. А вот когда он учился в школе, о таких вещах, говорит, и мечтать не могли. В первый класс компьютерный гений пошел в 92-м году, когда молодая страна только обрела независимость и поднималась на ноги. Веерное отключение электроэнергии, много было вопросов в плане обеспечения теплом. Ну и даже не хватало элементарного оборудования в школах. Ну, не хватало всего учебников, книг, тетради, оборудования всякого. Это все, мы были свидетели, мы все это видели. И когда в суровые 90-е многие брались за клетчатые сумки, думали, как еще заработать, чтобы прокормить семью, родители Мейрама, кстати, тоже педагоги, понимали будущее за образованной молодежью. А знание единственное, во что нужно инвестировать. Но не заставляли учиться, а лишь помогли это понять. Школу ученый окончил 16 лет назад со знаком Алтенбельга. Я всегда считал, что если есть какая-то проблема, нельзя от нее бежать. Нужно найти корень и постараться решить. А в этом помогает только наука, в ней истина. И каждая прочитанная книга, каждая Олимпиада для меня открывала новые двери. Мое стремление помогло поступить в университет в Америке. И сегодня я говорю об этом своим ученикам. Ежегодно сотни молодых казахстанцев становятся обладателями международной стипендии Булашак, которая стала реальным шансом получить образование в лучших вузах мира. Александра Салмна, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар, 24. В жизни четырех человек унесся взрыв газового баллона в Кустанайской области в числе погибших двое младенцев. Трагедия произошла в поселке Торгая Джангельдинского района. В доме, где случился пожар, проживала семья из десяти человек. Хозяин дома успел вынести из огня троих детей женщину. У всех ожоги тела и верхних дыхательных путей. Санавиация, пострадавшая, доставленная в больницу Нур-Султана, еще один член семьи в момент взрыва находился на работе. По данным спасателей, газовые баллоны, которыми используются в быту жители поселка, заправляются на станциях, расположенных в черте населенного пункта. Газовый баллон был установлен для газовой заправки, для заправки автомобильной машины, и в том числе и для жителей газовых баллонов. Газовый баллон был заправлен больше нормы, и из-за резкого перемана температуры произошел разрыв газового баллона с последующим восполнением. 16 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте Китая. Инцидент произошел на юго-западе страны в уезде Аньлун. По сообщениям источников, на момент взрыва под землей находились 23 человека. Из них 7 человек удалось спасти. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Спасательные работы приостановлены для пояснения причин происшествия начато расследование. Как минимум, 17 человек стали жертвами ударов правительственных войск Сирии при поддержке российской авиации по северо-западным регионам страны, которые контролируют повстанцы. Об этом сообщает Рейтер. Десятки мирных жителей получили ранения. По информации агентства Рейтер в городе Маасран, удар пришелся на крупный рынок. Несколько грузовиков в городе Сан-Танна, штата Калифорния, перевернулись во время движения по трассе. Причина – сильный ветер. Сообщается, что его порывы в регионе достигают 148 км в час. В некоторых районах повалены деревья. Всех водителей призывают быть бдительными на дорогах. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Чехия оказалась на краю наркотической пропасти. В стране появился новый экстази, который в буквальном смысле убивает молодежь. По заявлениям экспертов, содержание активных веществ в таблетках настолько высоко, что уже после первого приема шансы выжить малы. Уже известно о 10 случаях передозировки, но волонтеры уверены, эту цифру можно смело умножить на 5. Из-за своей относительной бюджетности наркотик может купить любой желающий, в том числе и школьник. Как полиция Чехии пытается отвоевать молодежь у наркотической чумы, в материале нашего корреспондента Надежды Дрейгал. Разговоры об убийственных таблетках начались в Чехии после недавней смерти студента местного вуза. 20-летний парень приехал в Прагу, чтобы отметить окончание сессии. В одном из клубов молодому человеку предложили разбавить веселье экстази. Уже на следующее утро студента доставили сначала в больницу, а после в морг. По заявлениям врачей, наркотическое вещество вызвало быстрый отек легких и головного мозга. Поражение клеток за считанные часы. Визитная карточка неизвестного наркотика. Официально нам известно о 10 случаях передозировки. В основном это молодые люди от 19 до 25 лет, имеющие постоянную работу или место в университете. Но мы уверены, что погибших гораздо больше. Таблетки дешевые, и их могут купить наркоманы, живущие на улице. Их смерти никто не считает. Мартин Дмитро с изнанкой Дурмана знаком не понаслышке. Несмотря на молодой возраст, за плечами и в венах парня побывали почти все виды наркотиков. Пагубное пристрастие к минутному удовольствию полностью освободило Мартина от дома с семьей и друзей. Теперь он живет на улице. Однако даже для такого опытного наркомана приход в Чехию неизвестных таблеток стал сродни прогулки по минному полю. Это все большой бизнес. Раз в три года на улицах стабильно появляется дешевый наркотик, приготовленный, образно говоря, из ацетона и окислителя. Он убивает мгновенно, но наркоманы будут его покупать, потому что у нас уже нет выбора. Сейчас под особым контролем полиции находятся все ночные клубы Праги и других крупных городов Чехии. Но в деле о массовом наркотическом отравлении нет ни одного подозреваемого. Единственной защитой от смерти пока остается лишь здравый смысл самих чехов и агитационные лекции в школах и университетах. По предварительной информации, новый экстази поступает в Прагу из Пылзени. На данный момент криминалисты занимаются поисками поставщиков наркотика, а также свидетели, которые могли стать невольными наблюдателями доставки отравы в столицу. Надежда Дрейга, Дмитрий Лукши и Вадим Чех. Хабар 24, Прага, Чехия. Прага, Чехия. Экологи считают, что она будет только загрязнять окружающую среду, а инженеры и вовсе назвали станцию проектом давно минувших лет. Мол, все технологии уже устарели. Так радоваться или печалиться жителям болгарской столицы, пыталась понять Наталья Абильтина. Строительство теплоэлектростанции, работающей на мусоре, было запланировано еще в 2012 году. Инициативу бурно обсуждали в обществе, но реализацию проекта тогда так и не начали. По официальной информации, из-за необходимости дополнительных исследований. По неофициальной, из-за отсутствия денег. Вспомнили о проекте только через несколько лет, после того, как получили гранты от Европейского Союза. Технология завода проверена на практике. В мире работают более 2000 таких станций. После ввода этого объекта в эксплуатацию мы сможем сжигать отходы и получать энергию. Если проект будет реализован по плану, вреда для окружающей среды и людей не будет. Станция будет работать на мощности 74 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергию большую часть болгарской столицы. В качестве топлива используют обычный мусор. В год станция сможет перерабатывать около 180 тысяч тонн отходов. Такие объемы позволят разгрузить местные мусорные полигоны и сделать утилизацию отходов более мобильной. Власти Болгарии ожидают, что теплоэлектростанция поможет решить проблему крупных городов обилия свалок. Сегодня София окружает 4 мусорных полигона, близких к переполнению. И это при том, что вывоз отходов туда не прекращается. По данным Министерства энергетики Болгарии, мусор может частично заменить привычное для страны топливо – газ. Это сократит счета за отопление горячую воду на 5-6%. Однако в болгарской столице немало и скептиков, которые считают, что применяемые там технологии устаревшие. С одной стороны, мы должны решить проблему отходов, которые, несомненно, оказывают вред окружающей среде. В муниципалитете говорят, что все европейские стандарты будут соблюдаться, поэтому проект и стоит так дорого. Независимые экологи придерживаются мнения, что это не лучшее решение, ведь завод будет в пределах города и жилых районов. Европейские экологи, проводившие анализ проекта, заявили, что при сжигании мусора вреда окружающей среде наноситься не будет. Ожидается, что теплоэлектростанция будет запущена в столице Болгарии в 2023 году. Наталья Бильдина, Дмитрий Лукша и Борис Деметров, Хабар-24, София, Болгария. К другим темам. Ержан Максим выступил перед британской общественностью в столице Соединенного Королевства. Лауреат детского Евровидения исполнил свои главные хиты и сорвал бурю аплодисментов. Рассказывает наш лондонский корреспондент Галамжан Хараманула. Работники гардеробной лондонского небоскреба Милбанг Тауэр еле справляются с потоком гостей. Их действительно очень много. И все спешат услышать удивительный голос юного дарования Ержана Максима. По традиции у входа посол Казахстана в Великобританию Ерлан Идрисов вместе с супругой лично встречают каждого приглашенного. Британцы отмечают, что 28-й год независимости Казахстана для двух стран был очень плодотворным. Отношения между Британией и Казахстаном очень важны для нас. Это очень значимый рынок в Центральной Азии. В этом году мы экспортировали в вашу страну примерно 2 миллиарда 300 миллионов фунтов стерлингов. И мы являемся шестым крупным инвестором Казахстана. Но важны не только торгово-экономические взаимоотношения, но и культурные связи. Настоящим потрясением для британцев стало живое выступление Ержана Максима. Детское, как и взрослое Евровидение, не очень популярны в Великобритании. Но гости хорошо знакомы с исполнителем. Концерт маленького мальчика со звонким голосом и харизматичной внешностью превзошел все их ожидания. Дорогие казахстанцы, от чистого сердца поздравляю вас с Днем Независимости. Будьте всегда здоровы и почаще улыбайтесь. Пусть всегда в нашей стране будет мир и покой. Гостей вечера угощали национальными блюдами. А с учетом казахских традиций каждый мог забрать с собой саркат, алматинский апорт. Каламжан Карманло, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Казахстанский музыкант устроил на площади перед Лувром импровизированный концерт. Гаухарбек Кунхожаев родом из Туркестана. В родном городе его знают больше как мастера по изготовлению народных музыкальных инструментов, которыми он отлично владеет. Оказавшись в Париже в праздничные для казахстанцев дни, решил познакомить туристов с шедеврами национальной культуры. Гаухарбек исполнил на разных инструментах кюи и народные песни. Хотим представить искусство Туркестана, искусство казахской земли. Говорят, что страны и народы связываются между собой через искусство. Народ с народом должны дружить. И мы пришли, чтобы представить наше искусство как символ дружбы. Выставка под названием «Парад золотого человека» по музеям мира вызвала огромный резонанс. Ее уже назвали грандиозной. Она вызвала большой интерес зарубежных почитателей искусства к культуре Казахстана. Об этом сегодня говорят на международной конференции, посвященной пятилетию Национального музея нашей республики. Одна из главных тем обсуждения – потенциал казахстанских музеев. Эксперты из стран дальнего и ближнего зарубежья рассказали о том, что хотят видеть в своих музеях как можно больше казахстанских экспонатов, а также экспозиции Великой степи. Мы хотели бы, конечно, чтобы наши коллеги представили нам археологию Казахстана, на этнокультуру Казахстана. А на сегодняшний день у нас хранятся этнографические экспонаты, то есть это одежда ваша. Их очень мало. Но мы бы хотели расширить наш фонд по казахской культуре. И на этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова